У жильцов областного центра возникли вопросы по реконструкции своего двора. Речь идет о капремонте у дома номер 245-Б по проспекту Мира. Срок сдачи здесь затянули на два месяца, но больше людей волнует другое обстоятельство. Вместо площадки для сушки белья они просят установить элементы для занятия спортом. Можно ли исправить ситуацию, выяснял наш корреспондент. Дом под номером 245-Б был построен в 1979 году. Капитального ремонта двора местные жители ждали с нетерпением ни один десяток лет. Это событие случилось в этом году. Процесс движется к финалу. Сейчас в центре внимания бельевая площадка. По первоначальному плану ее трогать не планировали, но в итоге реконструкция коснулась и этого участка территории. Жители стали надеяться, что назначение этого фрагмента двора изменится. Мы хотим на месте старой бельевой площадки сделать площадку с малыми спортивными формами, турниками, брусьями, лавочками для кончания мышц живота. Потому что здоровье наших детей превыше всего, а во дворе у нас ничего такого не наблюдается. Однако, как отмечают в администрации Южно-Сахалинска, на общем собрании жителей во время обсуждения эскиза проекта установка спортивной площадки не обсуждалась. В спортивной площадке нет в протоколе, копия которого есть в администрации, а оригинал в управляющей компании. Если жители хотят установить дополнительные малые архитектурные формы или спортивные элементы, они могут создать ТОС или заявиться для участия в программе «Тысяча дворов». На месте старой подрядчик установит новую бельевую площадку. Ее в проекте не было, но в мэрии уверяют, что решено обустроить ее там как раз по просьбе жителей. Очень большая загвоздка в том, что сформированы земельные участки так, что к 245-му «Б» не относится вся земля-двора. Она относится только наполовину, а вторая половина относится к 245-му «А». Но когда начинаются обсуждения проекта и голосования по проекту, то по определенному дому голосуют только жители этого дома. И тогда их пожелания не могут якобы учесть не на их земле. К другим особенностям капремонта двора у жителей тоже есть вопросы. Люди недовольны, что нет оборудованной пешеходной зоны. Вот проблемы сейчас сделали этот асфальт и машины ставят прямо к дому. Прямо к дому ставят. И сейчас вот зимой начнется, дети будут сходить по дороге. Асфальтовое покрытие сейчас больше похоже на первый пористый слой, за которым обычно следует гладкий и плотный второй. Объект еще не принят. В случае претензий к качеству подрядчик будет обязан устранить недочеты. Дарья Янченко, Александр Тютюников, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ.